Вот уже полгода, как постоянная обработка общественного транспорта – это норма. И без нее ни один троллейбус не отправится в город, чтобы доставлять гродницев по месту назначения. Обычно на линию движения в Гродно выходит 88 троллейбусов. И дезинфекция нужна для каждого из них. Ведь поставить на рулетку здоровье людей нельзя. Поэтому мимо станции обработки не проходит ни одно транспортное средство. Все троллейбусы города Гродно проходят регулярную обработку каждый день. И первая из них проходит непосредственно здесь, в троллейбусном управлении, ночью перед отправкой на линию. Также обработку троллейбусы проходит и на конечных станциях, таких как, например, Девятовка. Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также санитайзерами, которыми они обрабатывают поверхность троллейбуса в любое удобное время в перерывах во время остановок. Контактируя с людьми, водитель заботится как о своем здоровье, так и отвечает за безопасность пассажира. А в период пандемии он отвечает и за его здоровье в целом. Такие правила внутри коллектива установили в троллейбусном управлении города. В нашем предприятии введен обязательный масочный режим. То есть водитель троллейбуса, покидая свое рабочее место, обязан, и заходя в подвижной состав, обязан одеть маску, для того, чтобы обезопасить как себя, так и пассажиров. Водители, имеющие малейшие признаки острых респираторных заболеваний, отстраняются от работы. Поскольку правила безопасности водители общественного транспорта соблюдают в обязательном порядке, то соблюдение масочного этикета ждут и от пассажиров. Но с этим есть вопросы. Ношение маски носит рекомендательный характер. Здесь стоит полагаться только на сознательность самих граждан. Стараемся предупреждать пассажиров, чтобы за теми же талонами приходили в масках. И объявляются тут через информатор тоже, чтобы в масках все. Ну, не соблюдают. Обезопасить себя и других несложно. Однако каждый оценивает это по-разному. Жители Гродно на фоне второй волны в автобусах и троллейбусах в масках стали появляться чаще. И все же сколько людей, столько же и мнений относительно необходимости соблюдать масочный режим. Для того, чтобы оберегать других, если я больная. Ну, я не больная, но все равно, ну, как бы это, насколько я слышала по телевизору, по телевидению говорили, что маска оберегает в два раза от заражения коронавирусом, а дистанция соблюдается в пять раз. Инфекции, чтобы не заработать. Всегда ношу маску, перчатки, стараюсь соблюдать все правила. А я всегда в маски хожу. Ну, меня не надо, моя безопасность, мои внуки. Просто сейчас пандемия и не хочется заболеть. Правда, маски мы заметили только у четверти пассажиров городского транспорта. По официальным данным Министерства здравоохранения в Беларуси, на пятницу, 23 октября, зарегистрировано 91 167 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последний день заболело 787 человек. Выздоровели и выписаны 82 136 пациентов. 945 человек умерли. Проведено более 2 миллионов 300 тысяч тестов на COVID-19. Рост заболевших растет с каждым днем, и игнорировать его нельзя. И сейчас то время, когда надо вернуться к ношению масок. И работниками определенных объектов, субъектов хозяйствования, которые контактируют с большим количеством людей, мы не знаем статус, я имею в виду состояние здоровья, тех, с кем мы сейчас будем контактировать. И однозначно не исключено, что вокруг нас могут быть люди как с бессимптомной формой заболевания, опять-таки той же коронавирусной инфекцией, точно так же это могут быть люди в инкубационном периоде. К сожалению, сегодня сказать, что коронавирусная инфекция – это что-то заоблачное или что-то не про нас, точно нельзя. Заболевание до сих пор не изучено до конца, поэтому надеяться на то, что болезнь обойдет стороной, едва ли разумно. Но пока ситуация остается довольно тяжелой, самое время подумать о себе и окружающих, ведь утраченное здоровье вернуть уже будет сложно. Наталья Мельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.